Кстати, реализовать свой творческий потенциал можно даже в местах лишения свободы. С осужденным автором мультфильмов познакомился наш корреспондент Кирилл Сосолятин. В своем мультфильме Николай Тетерин рисует по мотивам стихов, басин и анекдотов. Рассказывает, что сначала просто занимался живописью, но со временем трехмерная картинка стала казаться более интересной и живой. Поэтому, вооружившись совсем не самым лучшим компьютером даже по меркам 2008 года и собственным энтузиазмом, начал свои пробы в роли мультипликатора. Заказывал такие учебники и читал. Плюс видео уроки и всего полно. То есть, пожалуйста, время есть, желание есть, можно делать. Видеомонтаж начинал вот с такого брюшерки. 1995 года выпущено Кировским обычным училищем. Николай научился рисовать мультфильмы уже в колонии. Сначала посещал специальные курсы, а потом продолжил начатое самостоятельно. Всего за три года он овладел несколькими графическими редакторами и программами для монтажа. Сам говорит, что в создании мультфильма его очень вручает ранее полученное знание музыкальной теории и живописи. Создание мультика, по идее, это порядка десяти профессий. То есть, по идее, должно делать все. Грубо говоря, если разделить на основные отделы, грубо говоря, когда создается мультик, сразу создаются отделы. То есть, в общем, звук отдельно, история, моделирование отдельно, история, анимация отдельно, история, съемки и камеры тоже отдельно, история. Поэтому создание мультфильма – процесс очень долгий и трудоемкий. С 2008 года Николай успел нарисовать лишь три полноценных мультика и несколько роликов. Целевая аудитория пока очень узкая, исключительно лишь те, кто смогут понять специфику жанра. Ты там за свою делюгу не рассказывай. Сам знаешь, что люди подумать могут. И кем ты после этого будешь? Так что думай сам, пацанчик, что и как сказать, чтобы беды не было. Так и не понял, первый ход Вася. Что имел в виду Витя Рашки. Но в какие-то рамки автор себя загонять не собирается. В ближайшее время, я говорю, что-то такое сделать для занятий, что-то сделать. Но это уже было не презентации, не какие-то там уроки, а именно, как в советские времена были мультики. То есть там, вроде бы он мультик, мультик, а в нем есть какой-то смысл именно для ребенка. Он понимает, что это хорошо, а это плохо, грубо говоря. И здесь было, ну, к примеру, что-нибудь, как я уже говорил, там, глагол, причастие, там, еще там что-то. То есть вот такое вот. Чаще всего Николай сетует на то, что не родился поэтом или хорошим рассказчиком. Собственной идеей облечь в красивые слова не получается. Поэтому с реализацией некоторых замыслов пока надо подождать. Кто знает, возможно, до того момента, когда представится случай сотрудничества с профессиональным режиссером. Удивителен сам факт того, что человек, находящийся не в лучшей жизненной ситуации, смог не просто устоять на ногах, но и приобрести, по сути, новую профессию и вновь смотреть вперед, строить планы и постоянно пытаться реализовать себя. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.